всех приветствую нас вечер уже ночью близится 11 час в итоге те шесть палет которые я в пятницу должен был кому-то отдать и их должен был везти кто-то другой остались у меня я дождался этого прошло уже три месяца спустя как я пересел на эту машину и в итоге она совершилась аллилуйя наконец-то маразм был в том то что мне его зацепили примерно показали быстренько чё как оп оп работает и все то есть настолько подробного детального ничего не было потому что тот немец который мне это все делал он очень спешил у него еще своих было навалом заданий у других которые могли бы мне это показать и долго рассказывать и так далее и тому подобное к сожалению не говорят по-немецки и по-русски в моем случае так что как есть так есть у нас время вот уже 11 час я в итоге сегодня нифига не поспал и уже смысла ложится нету я до этого прилег но как-то не получался фиг с ним в итоге я что-то пойду сейчас наверно душ схожу немного освежусь перед отъездом и вы пока можете посмотреть на то что я получил так пойдемте его заводить я взял фонарик на мой сейчас нужно будет выпрямить так как бы вам получится показать короче так вот мы ключик мы его поворачиваем забирается там какой-никакой свет впереди сзади тоже кстати вот лампочка работает цвета моргает по правильному здесь нарисована ты тут лампочка тепло надо сначала подогреть вот она горит зеленым к загорелась когда она погаснет его можно звонить аппаратик так и на мой теперь нужно на за сделал чтобы он ровно стоял так и тут по моему был вверх и вниз этот масс как раз а вот нам его нужно более-менее прямо выставить прицеп у нас опустим тут вот такие вот шиножки есть получается слижу на них сидит хочу показать кто там плотно на них сидит одна и вторая и вторая так нам надо его еще нет сюда так вроде ровно да правильно все вот они цепи который он еще экстра третий сушок не отвалится габариты у него конечно просто жестокие кстати давайте мы у него лампочки проверим все горят нет так для нас ключик так поворотники тормоза задние все работает все шикарно номерная тоже работает бежен у нас еще 25 процентов сказали что это надолго хватит но мы потом заедем его заправим со светом я потом не знаю разобраться надо будет а вот свет работает это я не знаю что походу это ничем и пикалка есть а это не знаю что такое парковочный тормоз такой на с этим еще вот разбираться тоже все глупому ключ застаем и закрывая такие вот дела в общем говоря кстати я хотел сходить посмотреть как он у коллеги стоит у него почему-то он здесь упирался в эти штуки но если я его задеру тогда он на этих не будет сидеть а в теоретически должен сейчас мы сходим посмотрим они смотрите у него он тоже ниже висит все нормально и он у него ровно стоит относительно этого а вот колесико он забыл вывернуть это неправильно делает колесо должно быть вывернуто совсем до конца это меня вот он сказал и объяснил так что я ведь у него кстати он по-другому цепляет у него здесь экстра клыки есть но висит он у него также внизу так что все нормально в теорию мы профи практики потом уже посмотрим снимать конечно для меня будет тоже катастрофа но есть как есть всегда все с чего-то начинали и все это как-то работает так время уже 12 час мы сейчас качаем воздух и будем выдвигаться надо будет зайти вы сзади выйти посмотреть поднялся там прицепе коленяется но сейчас долго будет качать там этот погрузчик сзади он конечно весит елки-палки сколько считать даже не могу сказать но я думаю тонны полторы наверное точно на самом хвосте сзади а потом будет на нем посмотреть должно по идее стоять вы прикиньте тут по сути логике если взять и загрузить в полуприцеп на жопу на последние полтора метра полторы тонна спереди нифига нету я конечно когда меня зацепили я ехал ну посчитаю пустой не считаете к шести палец спереди это совсем по-другому машина чувствуется едет и управляется чем без него денег давайте-ка тормоза отпустим она вырубнулась пойдем сходим посмотрим поделось там сзади или нет плюс-минус хоть сколько-то ну еще не совсем но уже приподнялся на один век он лежит вообще на земле лежит все должен подняться там воздух мало по сути говорит когда я поеду он его потом все равно выровнять нет там еще воздуха нету самим можно поднять ну я говорю мы сейчас поедем просто приподняли чтоб уже выезжать бампер и мне шоркнуть а это он все загнуло но он потом то что он на автомате он сам потом выровняет все нормально воздуха наверно мало но накачал девяточка есть нормально так надо свет выключить в кабине желтый не нужен уже синенький нам нормально будет так от барабанили на 9 минут уже пристегиваемся на улице кстати у нас два градуса холодно так все подожжим еще он качать чуть-чуть выдвигаемся нет ребят еще не прошло 5-6 часов просто такими впечатлениями немножко поделиться пока вот выезжал до автомагистрали в горочку вообще тяжеловат ему ехать тяжеловато все надо не знаю пятьсот десять брать вообще как 640 чувствуется от вес и моим ощущением так надо уже заранее тормозить потому что ох как очень ощущается что тебя сзади что-то толкает вроде по сути лайки подумать блин там полторы тона где-то полторы две тонны сзади болтается но оно оно настолько это все чувствуется реально даже когда разгоняешься вот этот толчок есть потому что оп там что-то сзади висит сейчас 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 так что по автобану мы наверное не особо шустрые в горочке будем а вот проблема вся в том то что а потом покажу в чем проблема так добрались мы до парковки уже 4 часа отъехали сейчас намутим паузу и поедем остаточную сколько у нас там получается там еще идет час встает сейчас 16 час да я надеюсь а местечко мы тут найдем а то блин 4 часа ночи парчок в принципе здоровый с заправкой я его уже ой 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 тут что-то уже в начале понатыкано блин то теоретически можно поехать наверное встать на блин я аж соберу здесь его заеду блин вот встал тут а я аж еще длиннее чем до этого стал соберешь кого-нибудь ну никому не в тяготу если мы здесь найдем сейчас слева место не габариты не приедут нас по идее выгнать не должны блин да там сзади во всем все забито просто встать даже некуда все полное елкины мы отталкиваем и сюда я наверно не влезу или блин или влезу да нет без ну конечно не очень красиво тут встал ну да ладно о блин вообще красиво уехал все сейчас мы сюда приткнемся да люди не судят строго но места нету все запито я не габарит я длиннее у меня сзади по грузчик мне можно у меня кстати приключения какие-то блин не знаю я до этого лампочку менял и она опять же перегорела как что-то непонятно кстати выйти посмотреть там по грузчик мой на месте нет сейчас ходим посмотрим так пойдем посмотрим по идее вот она опять с левой стороны перегорела которую я менял да не знаю почему я короче туда заснул лампочку поменял она загорелась и сразу короче потухло я вторую ставил она горела где-то вон спустя наверное часа три она тоже потухло короче как-то что-то там не контачит и муж вода попала замыкает либо еще потом уже посмотрим а это наш висит все вроде нормально блин номер был чистый свежий уже весь грязный и тут все грязное все летит ай-яй-яй все вроде на месте конечно с одной стороны хреново что кабина не закрыта там все налетает нам сейчас покушаем отдохнем и дальше погоним так мы отпаузили стояли ровно 47 минут я заобещал им к 6 приехать сейчас там плюс светофоры деревушки это так что в запасе у меня еще пару минуточек есть если я блин пара минут позже приеду ничего все нормально так что нам часов где-то осталось час 15 час 10 и потом понесется жара разгрузочная непонятная какая еще и конечно по темноте тоже не очень но да ладно в общем прям часочек еще и вперед так мы съехали уже на 99 автобан на объездная обменьшина сейчас мы вот чуток кругом объедем и заедем на восьмерочку по восьмерочке там нам немного километров останется и поедем тогда уже в дебри расклад таков выгружаем дебри как можно быстрее если у меня это получится потом мы выбираемся оттуда едем в сторону 94 автобана ну нынешний 94 раньше там националочка шла мы его сейчас целиком уже сделали давно и по 94 мы едем почти до конца границу мы пересекать будем на австрию в браунау амин по моему и там уже в австрию заезжать там нам теоретически нужно выгрузиться у них там забрать 7 метров вроде как было так и потом уже во вторник скорее всего мы будем догружаться где-то если ничего не поменялось короче так что прям нам еще час остался почти так мы подъезжаем к нашему месту до этого там немного закуролесили ну да ладно там нормально развернулись а короче он сказал где-то там въезжаешь слева увидишь церковь вроде как-то там ее проезжаешь и ты приехал так и теперь вопрос сюда направо или не сюда надо посмотреть все так да мы правильно приехали мы по идее отсюда потом выезжать будем справа нифига не видно ну ладно а нам так как с левой стороны выгружаться мы должны повернуть на следующее что-то выезд там не очень особо как-то выглядел ну он сказал проедешь отцепляться типа не надо я хотел отцепить прицеп бросить погрузчик зацепить за машину и сюда приехать ну он сказал типа не ты первый все сюда заезжали а я говорю окей ладненько нифига не видно тут я не знаю где-то где-то но сейчас туда нельзя ждали знаков нет наверное темно было так вот она циркушка ух ты дорожка какая тут нюхти циркушка мы проезжаем и где-то тут а на повороте он сказал встать и вот наверное здесь нет наверное вот эта штука спасибо что нашим приехали так я не знаю как нам вставать тут ладно сейчас пойдем разбираться так в общем мы открылись это плана нифига не открывалась она там присохла за столько лет ну ладно короче ничего не видно жалко ну да ладно сейчас разгрузим ну чё ребята покатались на штаблере да? хотел вам заснять потом показать приехали вам коровку все мы привезли в итоге начал заезжать в склад и у меня получается сейчас я включу у меня масло вытекло всё кабель порвался там наверное и я встал и раскорячивался вот так вот что сейчас делать будем неизвестно вот такая короче штука вытекло всё я попробовал на палец ну это масло гидравлик наверное или это потому что он вперед-назад не едет я так понимаю это с привода наверное я не знаю как там все существовало и у них здесь я насвинячил блин масло жечь короче жечь короче придется тащить ящик засыпать здесь ну там где-то снизу вытекло не знаю как вам показать даже видно нет там там нифига не видно короче короче где-то там снизу вытекло в общем стоим ждем будем разбираться он сейчас вроде на тракторе хочет переехать чтобы мы его вперед протянули чтобы он дверью чтобы он дверью мог закрыть чтобы лошадки не мерзли и веселое приключение в начале карьерного роста на погрузчики так так ребят приехали на таком тракторе сейчас он цепи принесет и мы постараемся его зацепить и вперед прокатить я не знаю насколько это сработает теоретически теоретически должно фактически я без понятия поедет он вошли или нет и можно ли делать или нет но им надо закрыть ворота а этим трактором он не может эту палету поднять представьте себе какие отдала да вот и закончилась моя выгрузка на первую же палете сейчас мы вот эту штуку возьмем пойдем там посыпать чтобы масло засыпать и потом это все соскребать вот такие у нас в общем дела потом сейчас по 8 буду звонить и там задача решаться будет что как почем делать такие приключения у нас в понедельник к утрам ну вообще в общем ребята на что хватило то засыпали которые для опасных грузов эта штука чтобы масло не текло сейчас еще это поле положим чтобы лошадки бежали и не растоптали это и все нормально будет такие вот проблемы у нас с утра все как-то это вот так выглядит более-менее сказали что лошадки выйдут так что перчатки все грязные блин я еще заморался блин елки-палки короче не день а приключения помню потом это сюда все соберем в общем где-то ждать час пока приедет техник все все такие дела с этим как сказать пожилым человеком поговорил у него как хобби это они их содержат выгоняют их там сейчас 8 часов будут их выгонять на прогулочку или куда-то там и то сено который я привез от нас оттуда как он сказал самое лучшее из тех что они даже тут вокруг все пробовали так далее и тому подобное так еще и выбирают люди ну а мы пойдем теперь час тусить это не надо не наши нам сказали 45 минут где-то так по сути логики можно свет в машине уже выключить посветлево мы никому не мешаем интересно они его починят или или нет короче мы сегодня нафиг никуда не успеем ничего наверное сегодня делать уже не будем пока они приедут его починят и это у меня уже смена наверное будет заканчиваться опа сейчас свет выключили смена будет заканчиваться максимум что мы если они его сделают это я разгружу эти 6 палет доеду до австрии и там уже на пауза выгружаться там или грузиться уже завтра утром все конечно фигово опять ночные закончился и так далее ну че поделать е-мое дали мне старую колымагу новый придет короче только в марте там один уходит в на пенсию и мне его должен будет достаться ну а че с этим хрен узнать так что будем ждать надеяться на лучшее хотя с другой стороны нафиг все пускай его забирают не починят и и блин ну с другой стороны практиковаться охоту хоть на помойке но надо заезд у них все такое ворота там тоже узенький ну есть как есть так что все ждем и будем смотреть что будут делать а это их немецкая церковушка такая небольшая а вон там впереди австрийские нет еще немецкие до австрии нам еще ехать а это немецкие горы альпы все ребят приехал техник сейчас будет ковыряться сейчас посмотрим обрадует он нас или нет а дальше уже посмотрим что мы делать будем вот такие вот быстро приехал реально минут 20 наверно только прошло хотя говорили около часа 45 минут сейчас посмотрит и скажет ну че ребят разгружаем это полето руками такие вот дела 700 килограмм извиняюсь за такую съемку но надо побыстрее скинуть так шоу нелегка наша работа ну да ладно в общем дело такое ждем второго помощника лопнул кабель от гидравлики который идет где-то там от распределителя в это колесо и сейчас приедет второй чтобы его поднять на что-то они короче привезут с собой поднимать его и будут короче вот этот шланг который до распределителя туда идет менять масло зальют и вроде все должно работать так что такие вот дела время у нас уже 9 часов 10 минут все это выглядит плачевно а это разгружали руками так шоу нафига я связался с этим искал все себе приключение вот на тебе нашел весело и время про канал и еще выгружать стоять и потом сделать они его теоретически должны ах они еще там делают вот тут у лошадок ходим с хозяином беседуем какие-нибудь прекрасные лошадки и одна он просто болеет и 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 ребята смотрите сейчас я начал погружать эту первую палету для посмотреть за сколько я управлюсь ну остаточного за пять то есть дорожки конечно тоже не очень приходится очень медленно ползать и сейчас будет обратно интересно заезжать там в здание я вам к сожалению уже не смогу снять ну стоят скажем так неохота напрягать народ а так ведь но я вам все равно покажу другой раз когда у меня представится случае время на это сейчас реально надо просто успеть у меня час смены остался мне нужно еще парчок найти а так прикольно ездить ничего привыкнуть и вообще ништяк полный привод прет по бездорожью елки-палки так там эти были надо отъезжать фу в общем ребята это катастрофа какая-то простоял я там восемь часов парковщики были вылезу теперь вперед до конца притянуть козорачиваю там ни прицепа ничего не собрать короче восемь часов я там простоял из них я вот считаю 6 палет я выгружал час почти ездить видели сами куда плюс у них заезжаешь там в этот сарай у них не ровный пол чтобы где-то полета было поставить обрубыш идет и сбоку вот они немного бетончиком залили чтобы типа туда спускать евро а я как должен туда спускать евро я на эту на погрузку куда не спущусь а по лету тоже не попрет мне туда я ее получается там оставлял и потом вилками глаза загонял в угол короче катастроф какая-то не разбудка плюс этот подвел меня в общем сказать так прямо в первый день что был короче на самом деле лопнул там шланг лопнул там шланг с гидравликой а это гидравлика там ответственно получается за все за при вот это и это и это и короче вот так ничего не работал масло вылило они масло туда потом залили в общей сложности наверно литр в двадцать с хреном такие вот вещи короче где мне вставать я примерно нашел сейчас постараемся туда правильно доехать и встать а там уже на месте разберемся в общем я на паузу встал с таким вот прекрасным видом ну-ка окошко открыть чтобы видели примут все эти горы местность вообще шикарный солнышко выглядел в общем удачный стал остаемся здесь им настоять в итоге хотел я вам показать как я первый день на погрузчики ездил чтобы это все было красиво рассказать чё как почем ну и в итоге вот сами видели какая канитель получился nokia не первый не последний раз его починили вроде работает 6 палет я перевез так что он в австрию мы уже поедем завтра потому что сегодня мы не успели смена у меня закончилась я вот выехал встал на полу так что не очень дела хотел блин так нормально покататься на нем в итоге вот все потом быстро быстро но есть в этом всем плюс потому что время поджиму поджимала в смену надо было влезть и получается я выгружался очень быстро и как-то все очень хорошо получалось а плюс я его зацепил за один не знаю минуты за две наверно и при этом что я им никогда не пользовался не пробовал и пятницу мне просто показали все это зацепили его и все так что такие вот дела ну все а завтра мы погодим утром на австрию там мы выгружаемся 7 метров грузим и что-то потом будем загружать так что такие дела время у нас уже пол четвертого дня уже спать охота не выспанный нифига не спал так что сейчас пойдем наверное увалимся надеюсь было интересно хотя наверное не очень но приключение у меня как всегда йома до завтра наверно